Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях председатель Совета Рязанской региональной общественной организации Союза социально-активной молодежи «Созвездие» Никита Кузьмин. Здравствуйте, Никита. Можем поздравить вас с победой. С федерального бюджета на ваш проект «Рубежи родной земли» была выделена достаточно крупная сумма. Расскажите, как удалось добиться таких высот? На самом деле этот проект не единственный в биографии нашей организации, поэтому, отвечая на вопрос, как удалось добиться, все-таки работой. Работой предварительной, хорошей работой реализации проектов на протяжении двух лет. Наша организация уже занимается различными мероприятиями, проводит различные социально значимые проекты. Соответственно, участвуя в конкурсах, которые проводятся в том числе в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Федеральном агентстве по делам молодежи, таким образом можно получить хорошие средства на реализацию своих инициатив, если правильно оформить все, если есть хорошая идея для того или иного проекта. Вот «Рубежи родной земли» был оценен конкурсной комиссией проект и стал наряду со многими другими по России проектами, победителями этого конкурса и получил субсидию в размере более 400 тысяч. Соответственно, для нас это очень приятно, очень почетно, но и тем не менее это накладывает у нас большую ответственность по реализации данного проекта, поскольку там и отчетность строгая, соответствующая на федеральный уровень, ну и ответственность в первую очередь перед теми людьми, которые станут участниками, чтобы сделать качественный, хороший продукт, чтобы действительно он повлиял. В лучшую сторону на нашу молодежь. Сложно было пройти такой жесткий конкурсный отбор, ведь около 80 участников из разных регионов были заявлены. Ну, на самом деле, как показывает практика, конкурсная документация, оформление конкурсной документации, это, наверное, тот, как говорим, пункт, на котором очень многие организации в силу недостаточной внимательности, может быть, недостаточной компетенции уже как бы срезаются и отсеиваются от конкурсного отбора. У нас большой опыт, в принципе, по подаче документов, в этом плане у нас не возникало сложности, у нас в большей степени, как бы, нас тревожил момент относительно актуальности проекта, насколько вот именно эксперты оценят его с точки зрения необходимости и логичности. То есть, вот это для нас то, что было важным. Вот, поэтому, ну, нам повезло, наверное, да, то, что на нас обратили внимание, вот вместе с двумя другими организациями из Рязанской области мы получили эту поддержку. Тоже две хорошие организации, которые качественно делают свои мероприятия, проводят проекты и уже долгое время у нас занимаются. Поэтому, я думаю, то, что для нас, как для молодой организации, очень, ну, хорошо, то, что мы находимся в таком ряду, как Детская общественная организация «Лист» и Политехнический университет, да, Рязанский филиал, тоже очень хочется их поздравить с победой от своей организации и надеяться, что мы с ним еще по взаимодействию не в рамках этого проекта, но, наверное, будем с ним вместе еще работать точно так же, потому что теперь как-то вот у нас есть общность какая-то. Расскажи, пожалуйста, о самом проекте и в чем он заключается. Проект сам по себе «Рубеж Родной земли» представляет собой цикл семинаров по тематике, посвященной поисковой работе. Ну, Рязанская область в этом плане достаточно регион интересный, поскольку у нас проходила линия обороны в годы Великой Отечественной войны в 41-м году, от которой началось, собственно говоря, контрнаступление в битве под Москвой, поэтому название «Рубежи Родной земли», то есть это такой некий рубеж. Идея вообще сама появилась от того, что необходимо вот на этом участке, скажем так, территории создать некий лагерь детский, летний, палаточный, которым можно будет проводить раскопки прямо на местности, да, и одновременно обучать ребят. Но в силу того, что проекты как бы мы подстраиваем под те требования, которые есть, и обозначается у нас период времени осень и зима, то есть для реализации, поэтому мы скорректировали изначально на момент подачи заявки проекта, и у нас изначально мы учим ребят тому, как правильно проводить поисковую работу. У нас запланировано 6 семинаров, семинаров межмуниципальных, то есть в 6 муниципальных образованиях будут собираться другие. Муниципальные районы городские округа Рязанской области, которые будут обучаться ребят в количестве 100 человек на каждой площадке, то есть 600 человек пройдет обучение, и в дальнейшем как бы по итогам тестирования лучшие в следующем году уже вне этого проекта, то есть дополнительно мы будем реализовывать сам непосредственно лагерь. То есть мы 100 человек пригласим на раскопки. Естественно, мы этот проект не можем реализовывать самостоятельно, поскольку у нас как бы в организации есть инициатива, есть идея, но тут нужны профессионалы опытные, которые узнают специфику работы. Тут мы, естественно, будем сотрудничать с поисковым движением России, с историческими организациями, которые действуют на уровне субъекта, с ними пока еще договоренности как бы не установлены, с историческими организациями, но с поисковым движением в России уже проговаривались некоторые моменты относительно того, какие специалисты могут нам что-то рассказать. Ну и в принципе проект, он имеет себе такой как бы потенциал для развития, для роста, потому что рубежи родной земли мы можем потом транслировать не только в относительно Великой Отечественной войне, но и других вех историй, которые у нас происходили на территории Рязанской области, то есть там сражения, которые у нас были на территории Старой Рязани, то есть в принципе те места, где можно проводить какие-то изыскания, раскопки и так далее. Тематика интересная, и особенно для ребят интересно принимать участие в практических мероприятиях. Не так давно у нас прошел на территории области семинар «Небо Родины», «Всероссийский семинар», в котором тоже принимали части поискового отряда, у нас там как бы мы непосредственно не принимали участие, но были в курсе, у нас ребята очень заинтересовались тоже такой как бы практической работой, потому что действительно прямо вот есть как бы ощущение сопричастности, подъема там, да, деталей самолета, погибших военнослужащих, да, как бы это тоже очень важное направление, и, наверное, вот это оно в большей степени способствует изучению истории, не просто там по каким-то книгам, по учебникам, даже по наглядным, по фильмам, то есть, да, по наглядным пособиям, по фильмам, а вот когда ты действительно берешь нам в руки деталь самолета, там, такого конкретной модели, да, то есть ты начинаешь разбираться в этих моделях, начинаешь разбираться, на каких фронтах они применялись, в каких они подразделениях применялись, на это как бы про то мероприятие. Здесь мы ставим цель такую же, то есть когда ребята уже будут непосредственно вот как бы, да, откапывать, да, то есть поднимать какие-то объекты, это будет для них способствовать действительно практическим знаниям, практическим навыкам, которые они получат, и потом надеемся, что они заинтересуются изучением истории, истории как Рязанской области, так и всей Российской Федерации, в принципе. Потому что это сейчас, наверное, актуально и важно. Сохранение вот этой памяти исторической, особенно молодого поколения, это то, на что следует обращать внимание, на наш взгляд. Как видим, это поддерживается, то есть такое направление. Неужели поисковое движение – это не только инициатива людей, но и глубокие знания? Неужели действительно нужно обладать специальными какими-то навыками? Если говорить про организации, которые занимаются этим постоянно, то есть региональное отделение поискового движения России, от других организаций, это, естественно, очень хорошие теоретические здания, в первую очередь, которые подкреплены практическими уже умениями, которые они проводят в рамках своих экспедиций. Поскольку отличить по протяжении такого времени одни объекты от других очень тяжело, естественно, они проходят свои собственные курсы подготовки, и мы надеемся, что они поделятся опытом с ребятами, то есть, конечно, в какой-то части не совсем в максимально профессиональном, а в базовом уровне, чтобы они уже представляли. Потому что многие люди, которые идут у себя по участку, например, они не могут оценить тот объект железа, который у них попался, например, раскопки огорода, допустим, они не знают, что это такое в принципе. Ну, а профессиональный поисковик, конечно, он может отличить, что это деталь самолета, деталь какой-то техники и так далее. То есть, это очень тоже, конечно, подкрепляется хорошими знаниями. То есть, именно исторические знания нужны, чтобы знать, как выглядели те или иные объекты исторические? Ну, в принципе, это комплексные знания, потому что не только техническая составляющая, чертежи, схемы автомобилей, самолетов, чего-то еще, но и, в принципе, история одежды, которая была в войсках на тот период времени, допустим. Это какие-то знания в области тактики, стратегии и построения, например, защитных сооружений, то есть, окопов, как они копались. То есть, если человек уже профессионал, он приходит на местность, он может предположить, как были и где были обозначены предполагаемые объекты защиты, то есть, элементы. Это тоже все приходит с опытом, но для ребят это будет интересно. Какие задачи ставишь перед ребятами? Что хотите найти или, может быть, какие объекты освоить? Какую местность? На самом деле, как говорил уже, изначально это линия Скопинского, Михайловского района, то есть, где проходила. Поставить задачу найти что-то очень тяжело, потому что ни одна экспедиция заранее не знает, найдет ли она какие-то экспонаты, либо поднимет павших в годы Великой Отечественной войны останки. Ну, поэтому поставить такую задачу очень тяжело. Самое главное – научить ребят. То есть, научить заинтересовать, чтобы они потом занимались этим, потом они влились в структуру наших организаций. У нашей организации есть такое направление, как патриотическое воспитание. То есть, для нас это тоже важно, чтобы у нас был свой актив, который будет с нами работать. Поэтому мы и такие цели для себя ставим, чтобы их не разово привлечь к таким мероприятиям, а потом систематически они этим занимались. Ну, и вообще, на самом деле, если мы говорим про поисковую работу тоже, про эту тематику, это же не только экспедиции и выезды, но еще и сохранение памяти, работа в архивах и так далее. А заинтересовать вот этим направлением без практического составляющего очень тяжело, в принципе, молодежи, когда есть какое-то движение, какая-то активность. Им это интересно. И, соответственно, постепенно они заинтересовываются и более серьезной научно-исследовательской работой, потому что это тоже такой пласт работы, который тратится очень много времени, может быть, не всегда видны явно усилия какие-то, какой-то результат. Но, тем не менее, очень важные дела совершаются, когда информация восстанавливается, погибших в годы великой отечественной и так далее. То есть, в принципе, такое, не знаю, какое-то отдание, дание уважения к нашим предкам, потому что никто не знает, в каком-то другом населенном пункте, на территории Российской Федерации, возможно, твоего какого-то предка поднимают, и информацию о нем находят какие-то другие люди, то есть, твои ровесники, те ребята, которые тоже занимаются этим движением. А ты, как бы, такой вот идет обмен по всей России. Но это, на самом деле, способствует ощущению целостности такой, да, и единства, что ли, какого-то общности интересов, в принципе, и осознания значимости вот такого большого дела. Если удастся что-то найти, то кто будет помогать расшифровывать, скажем так, эти сведения, вещи найденные? Ну, естественно, мы будем опираться на поисковое движение России, тех людей, которые в этом сведущие, у которых есть богатый опыт, они у нас ежегодно проводят ряд захоронений, то есть, как бы, выезжают на экспедиции в другие регионы Российской Федерации. То есть, люди, которые всегда готовы оказать содействие вот в таких вопросах. Вот, но ребята, то есть, как бы, они тоже будут осознавать то, что они приняли в этом участие, то, что тоже их вклад значительный вот есть. Считала, что также запланированы встречи с ветеранами, уже традиционные, да, для Рязани. Вот почему так важно и с ними общаться? Наверное, сейчас поколение, которое молодое, да, это для них, ну, как бы это ни звучало, последняя возможность пообщаться с живыми очевидцами тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Вот, передать, как бы, вот эту память вживую, это очень ценно, в принципе, да, с эмоциональной точки зрения, потому что, как бы, когда мы, опять же, читаем информацию где-то на носителях, на электронных, где-то мы видим там в средствах массовой информации, иногда это очень зрелищно, хорошо сделано, качественно, да, то есть, и вызывает определенные эмоции, там, современные фильмы, ряд которых положительных, да, есть в нашем российском кинематографе, который формирует вот именно это ощущение такого, да, подъема душевного, вот, либо, наоборот, там, да, обозначают какие-то вопросы, которые требуют, там, задуматься, да, заставляют. Вот, вот все это, оно более ярко и более живо воспринимается, когда действительно люди встречаются с ветеранами. Может быть, да, у ветеранов нет таких навыков, как там у режиссеров, у кого-то еще по созданию картинки привлекательные, но молодой человек, когда девушка общается с реальным участником событий, вот это, оно решает, в принципе, все вопросы, потому что, вот, эмоциональный посыл какой-то, да, вот, он воспринимается намного более на глубоком уровне, вот, особенно то, что это восприятие того человека, которого ты знаешь, то есть, вот, он с тобой находится рядом, неотвлеченный где-то, там, да, он у тебя далеко находится, он вот жил с тобой на одной земле, там, в одном городе, прошел свой, там, в твоем возрасте, да, будучи твоим ровесником через те или иные события, и ты, конечно, готов более, как бы, активно воспринимать эту информацию, вот, а, как бы, такие темы, как, там, война, в принципе, это, наверное, нам об этом надо говорить в любом случае, и помнить, что таких ошибок повторять нельзя, то есть, да, ну, и допускать, конечно, этого тоже нельзя, соответственно, молодое поколение должно разумно, да, думать своей головой о том, что, к чему могут привести те или иные действия, потому что тут, опять же, определенный радикализм, который может вызывать, там, возникать, в принципе, в молодом, там, возрасте, то, что мы, там, да, как-то должны обозначить свое, то, что там недостаточно у нас какое-то участие военное в тех или иных событиях, допустим, да, на данный момент, они должны осознавать, к чему ведет, в принципе, военный конфликт, как таковой, да, что это жертвы с обеих сторон, так или иначе, вот, и к этому надо осознанно относиться. Вот, поэтому общение с ветеранами, оно, конечно, позволяет сформировать правильные установки, да, вот, для молодых людей. Вот, патриотическое направление для вас не новое, и проект этот реализуется не первое. Расскажи, что еще делаете, с чем уже знакомы? В прошлом году наша организация также стала победителем конкурса с предоставлением субсидий, но тогда проводился конкурс с Федеральным агентством по делам молодежи. У нас был проект «Школа солдат будущего». В ходе программы этого проекта прошли обучение представителей средств специальных учебных заведений в течение недели, курсы определенные по военной подготовке, начальной подготовке к службе в вооруженных силах, то есть, там у них были занятия практические, теоретические. Достаточно широкий, опять же, охват был по молодежи, и такая категория, которая тоже нуждается, да, там, в вовлечении в этом, поскольку, ну, это основная целевая группа, которая, как правило, идет служить вооруженной силой. То есть, да, после окончания среднеспрофессиональных образовательных организаций, среднеспециальных учебных заведений, они приходят в вооруженные силы, они должны быть подготовлены к тому, что предстоит. Это, опять же, не только знание в области военно-прикладной, то есть, да, это знание в области истории, это знание в области, в принципе, общего развития, да, общегосударственная подготовка. Кстати, это очень хорошо демонстрирует, да, наши представители воздушно-десантных войск, да, училища, поскольку там ребят проходят курс подготовки по всем направлениям, в принципе, да, и выпускаются не только высококлассными военными специалистами, но еще и подготовлены с точки зрения, там, истории, общества знаний и так далее. Вот, поэтому мы тоже ставим для себя такую цель, ну, в локальном формате, да, чтобы ребята обучались и заинтересовывались, и, как бы, развивались. Никита, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Удачи вам в реализации проекта, уверена, у вас все получится. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был автор проекта «Рубежи родной земли». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова